В 2014 году почти весь российский народ поддержал присоединение Крыма, включая двух граждан с противоположных концов политического спектра с одинаковыми инициалами. «Если бы я была президентом, то, возможно, сама тоже осмелилась бы на присоединение Крыма», — сказала либеральная телеведущая Ксения Собчак. Её поддержал типа коммунистический журналист Константин Сёмин. Крым — это пожарное реагирование на ситуацию, которую создала вовсе не Россия. Решение, которое принял Путин, было сложное, но неизбежное. Но ответственность за то, что в конечном итоге произошло сегодня вместе с Путиным, готов взять на себя российский народ. В 2018 году начались президентские выборы в России, они должны были проходить под полным контролем, и Ксюшу направили окучивать либеральных избирателей. То самое гнусное меньшинство, которое присоединение Крыма не приняло. Могло ли оно голосовать за человека, который говорит, что сам бы присоединил? Конечно, нет. Поэтому Ксюшу вызвали в Кремль, и после разговора с другом своей семьи Путиным она скорректировала свою позицию с точностью, да наоборот. «С точки зрения международного права Крым украинский, точка. Мы нарушили наше слово, нарушили Будапештский меморандум. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили». Прошел еще год, настала пенсионная реформа, рост цен, новые налоги. Горядут социальные протесты, в которых будут участвовать самые разные граждане. И либералы, и коммунопатриоты, и леваки-космополиты. Каждое течение должен курировать свой проверенный человек. И теперь уже сменил имидж товарищ Сёмин. Он уже не присмыкается перед Путиным, как в 2016 году, называя его самураем, который остановил огненный вал. И не обещает, что любимый фюрер устроит социалистическую революцию сверху. Зато стал сомневаться в необходимости присоединения Крыма. Нет. Прямо на вопросы «Наш Крым или ядер» он не отвечает отрицательно, а предпочитает вилять, как глиста на сковородке. Если мы еще в состоянии рассуждать, то беспокоить нас должно не количество, а качество. Не размеры территории, а общественный строй, который на территории установился. Поэтому на хитрый вопрос «Наш ли Крым?» всегда имеется контр-вопрос «Наш ли Дерипаска?» Ведь Москвой, Крымом, Курилами, Русалом, судами всех живущих на наших, в кавычках, квадратных километрах людей распоряжается вполне конкретный общественный класс, класс капиталистов. 170 лет назад, очень похожий на российско-украинский конфликт, ситуация наблюдалась в Европе. Власти Дании всячески гнобили немецкое население Шлезвиг-Гольштейна и препятствовали даже их образованию на родном языке. Ответом стало вооруженное восстание, поддерживанное Пруссией. Но вмешалось мировое сообщество и, видный германский публицист с возмущением писал. Со стороны Германии война представляла собой одну сплошную цепь предательств. Вплоть до сражения при Фредерисии, где республиканский корпус Шлезвиг-Гольштейна был застигнут врасплох и разгромлен втрое превосходящими силами датчан, в то время как 40 тысяч прусских и прочих войск находились лишь в нескольких милях, но не пришли к нему на помощь в эту трудную минуту, вплоть до предательского мира, состряпанного в Берлине. Через 15 лет расклад изменился, датчан раскатали и тот же публицист отметил. Датская война осуществила часть национальных чаяний. Шлезвиг-Гольштейн был освобожден. Варшавские и лондонские протоколы, в которых великие державы запечатлели унижение Германии перед Данией, были разорваны и брошены им под ноги, они даже не пикнули. Австрия и Пруссия снова были вместе, их войска сражались плечом к плечу и победили, и ни один властелин и не думал больше посягать на германскую территорию. Кто этот фашист? Кто этот гнусный великодержавный великогерманский шовинист? Почему на вопрос «Наш ли шлезвиг Гольштейн» он не задаёт встречный «Наш ли круп?» Почему он не разоблачает захватническую позицию прусского империализма? Этот вопрос, наверное, надо задать автору этих строк, которого звали Фридрих Энгельс. Ну вот, как-то его позиция с точки зрения левых тараканов в голове Сёмина не выглядит истинно марксистской. Но, может быть, Энгельс исключение? Костя привозит и другие примеры. Нет, милые наши охранители, качество в данном случае важнее количества. Но для того, чтобы понять нас, Карла Маркса и Вэй Ленина, вам нужно хотя бы в азах овладеть диалектическим мышлением. Тогда будет ясно, почему в разгар наступления Пруссии строила баррикады Парижская коммуна. Ну, чтобы понять нас, меня, Маркса и Ленина, это, конечно, хорошо. Гомер, Мельтон и Паниковский, Галантерейщик и Кардинал, да Сёмин, Маркс и Ленин. Конечно. Ещё смешнее другое. Значит, Парижская коммуна строила баррикады в разгар наступления Пруссии. Для дятлов, забаненных в гугле сообщаю. Парижская коммуна возникла после вооружённого восстания 18 марта 1871 года. А предварительный мирный договор между Францией и созданной Пруссаками Германской империей подписали 28 февраля. После чего правительство потребовало от парижан до 13 марта заплатить все долги, особенно по квартплате. В пережившем четырёхмесячную осаду Парижа, где съели всех шабак и кошек, такое решение властей для бедняков означало либо выметаться на улицу, либо там заплатить и умирать от голода. А поскольку к тому времени огромное количество рабочих было в Национальной гвардии, созданной для обороны города, имело пушки и винтовки, то их для этого надо было разоружить. Ну а попытка разоружить и обернулась восстанием, которое привело к Парижской коммуне. Но повторяю, это было не в разгар прусского наступления, а через три недели после его окончания. Но, может быть, Костик оговорился и имел в виду неудачные вооружённые выступления левых нацгвардейцев до капитуляции Парижа? Да, такие были. В октябре 70-го года и в январе 71-го. А проходили они под лозунгами «Войны до победного конца». Читаем воззвание. «Нас 500 тысяч бойцов, а пруссаки, которых только 200 тысяч, душат нас. Кто другой в этом повинен, кроме тех, кто правит нами? Они думали лишь о переговорах, вместо того, чтобы лить пушки и изготовлять оружие. Они отказались от всеобщей мобилизации. Решительные меры позволят трудящимся жить, а всем жителям сражаться. Всеобщая реквизиция – бесплатные пайки, массовая вылазка – реквизиция, пайки и пушки. Насбулы какие-то, что ли? Кстати, читаем выступление Лимонова по конфликту на Украине. Чё-то оно мне напоминает. Я уже объяснял, в чём состоит наше разногласие с руководством России в области внешней политики. Отлично, что взяли в состав России Крым, но из рук вон плохо несправедливо, что не хотят взять Донбасс, где сотнями гибнут наши братья. Мы хотим массовой национализации и возврата награбленного. Хотим, чтобы в стране воцарился народный социализм. Вроде похожее. А, скажете, сейчас Париж был в обороне, а вот клятые москали вторглись в Нусный Крым? Ну, я напоминаю, что клятые прусаки вторглись в датский шлизвик вообще-то. Что думали по поводу воззвания будущих коммунаров те же Маркс, Энгельс и прочие лидеры первоинтернационала? Ведь, наверное, осудили, тем более войну-то начал французский император Наполеон, во звание Генсовета Международного товарищества рабочих от 9 сентября 1870 года. Оборонительная война для Германии кончилась с дачей Луи Бонапарта капитуляцией приседаний и провозглашением республики в Париже. Прусская военная Камарилия решила превратить войну в завоевательную, всякая политика, неспровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумным отчаянием. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг. Маркс запрещают пролетариям свергать буржуйское правительство, как страшно жить. На кого же теперь ссылаться, бедные пропагандявки? Ну, остается последний шанс Владимир Ильич Ленин. Ленин в обстановке империалистической войны, когда присягнув своим капиталистам все социал-демократы Европы предли идеалы интернационала, когда войска Кайзера находились на расстоянии вытянутой руки от Петрограда, все-таки вывел на ударную позицию Авроры. Ладно. Тут, конечно, налицо географический кретинизм. Рига в 50 километрах от Петрограда. Но остальное-то верно, да, Ленин Аврору вывел, революцию сделал октябрьскую. А до того в работе «Война и российская социал-демократия» писал. С точки зрения рабочего класса и трудящихся всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии. Конкурент секты свидетелей Сёмина, церковь адептов Кургинена, пытается отбить эту ссылку на Ленина. По её мнению, на Украине идёт война с фашизмом и потому проженчество неприемлемо. Да, майданутая Украина – отвратная, убогая, кровавая, деградирующая помойка, по которой, среди прочего, да, скачут и нацистские боевики. Только вот на фашистскую диктатуру это похоже не больше, чем запорожец на Мерседес. Дело в том, что в политическом словаре 21 века фашист значит «ну не нравишься ты мне, козёл». Поэтому, согласно Кургинянам, режим, где премьер, еврей Гройсман, министр внутренних дел Армении Наваков, министр иностранных дел русский Климкин, однозначно фашистский, соврать не дадут лидер президентской гонки русско-латышко-еврейка Юлия Телегина-Гридянец, по-моему, Тимошенко. Ну и сами украинские нацики, которые где-то внизу шестерят кто на Авакова, кто на СБУ Полторака, а кто на оппозиционного еврейского олигарха Игоря Коломойского. Без сомнения, признак фашизма многопартийный парламент, в котором депутаты фракции регулярно бьют друг другу морды. Ну, вы же помните, что у Гитлера и Муссолини именно так и было. Как сейчас помню, как Геббельс Герингу врыл это заедет. А еще в Третьем Рейхе еврейские комики, типа Владимира Зеленского, сравнивали любимый рейх с порноактрисой, готовой принять в любом количестве с любой стороны, после чего выдвигались в президенты при полном непротивлении СС и Гестапо. Для чего все это кривляние? Оно лишь потому имеет место, что сектанты и адепты коммунистических основоположников не читают. Они только обожаемых гуру слушают. А почитали бы, обошлись бы без кривляний. Потому что в классической ленинской работе «Крах второго интернационала» есть фрагмент, элементарно обосновывающий присоединение и Крыма, и Донбасса. Владимир Ильич, осуждая империалистическую агрессию всех участников Первой мировой войны, для одной страны сделала исключение. Национальный элемент в теперешней войне представлен только войной Сербии против Австрии. Только в Сербии и среди сербов мы имеем многолетнее и миллионы народных масс охватывающее национально-освободительное движение, продолжением которого является война. Будь эта война изолирована, то есть не связана с общеевропейской войной, с корыстными грабительскими целями Англии, России и прочих, тогда все социалисты обязаны были бы желать успеха сербской буржуазии. Что Ленин стал сербским шовинистом, его подкупил сербский король Пётр? Нет, он исходил из чрезвычайно логичных соображений. Чего добивалась в ту же Первую мировую войну Россия? Черноморских проливов с Константинополем, Турецкой Армении с Розорумом и Германской Польши с Познанию, которую планировалось присоединить к Российской Польше и после чего предоставить ей значительную автономию. Ленин считал, что эти территории не имеют никакого отношения к России и осуждал стремление их захватить. Ну да, логично. Вообще-то не имеют. А Сербия в войнах начала 20-го столетия вела борьбу за воссоединение своих земель, населённых сербами, которые многократно поднимались с оружием в руках за это воссоединение, точно так же, как, кстати, немцы Шлезвиг-Гольштейна. Да, потом отвоёвывая эти территории, Белград зарвался, прихватил много лишнего и созданное в результате завоеваний многоплемена Югославия совершенно закономерно рухнуло. Но когда сербы брали своё, они были правы. Так Россия-то именно Полейну сейчас берёт своё. Крым, Донбасс, Приднестровья – это не украинские территории исторические. И по населению тоже. И по его реакции сейчас тоже. Администрации в Донецке и Луганске брали-то не агенты. Кровавые гыбни и даже не люди в штатском. И даже неежливые люди. Весной 2014 года, отказавшись от воссоединения русских земель в Новороссии, от Мариуполя до Тирасполя Кремль появился трусливый подло. Теперь это признают самые упертые путинские хлуи. Опять цитирую. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. «Мы сделали глупость. В 2014 году надо было решать этот вопрос, когда у Украины не было армии вообще никакой». Член общественной палаты и доверенное лицо президента Сергей Марков. Действия по Крыму были абсолютно правильны, а не ввод войск в Юго-Восточную область был тогда ошибкой. Не было бы никакой войны, Запад не вмешался бы, украинская армия перешла бы на сторону сил освобождения. Бывший главред канала Царьград ТВ и член экспертно-консультативного совета при председателе Госдумы Александр Дугин. «Мы остановили процесс русской весны, освобождение Новороссии, уклонились от исторического долга, от миссии, которую были обязаны выполнить в 2014 году. Люди, которые верили в хитрый план, были дебилами, а те, кто знал, что плана нет, были предателями. И теперь мы за это расплачиваемся». Расплачивайтесь, расплачивайтесь. Надеюсь, реально расплатитесь. Подробности сообщит на спиритическом сеансе дух президента Сербии Милошевича, сдавшего соотечественников Хорватии и Боснии, а потом сгнившего в камере Гагского трибунала. Не знаю, были ли среди расплатившихся, работавших на него, изображавших из себя правильных коммунистов, но подозреваю, что кое из них тоже свое получил. Продолжение следует...